Всем привет! Мы сегодня будем делать второй раунд зимних ушастиков. Скиу нас посетила, давно меня тут не было. Привет, где ты пропадала? Всем привет, доброго вечера, дня, утро. Так, ну в общем да, рассаживаемся. Приползла, ползла, ползла я доползла. У нас тоже резко меняется погода, у нас на то еще... Большой минус, вот. А сегодня такой переменный, там, ну то есть было там минус 20, грубо говоря, да? Потом вот сейчас там минус 7 и завтра уже плюс 1. Вот, классно. Голова просто раскалывается. Так, напомню, что мы решили, я решила вместо зимних мишек и прочего, хотя может мишку мы еще конкретно сделаем, делать более брутальных персов на зимнюю тематику. И в прошлый раз мы с вами сделали Филиппе Дрэгона. Вот, также мы сделали Гарпию. Вот, да, хорошая Гарпия. И мы сделали жену Филиппию Аврор. Вот, я перекрасила ей крылышки. У меня получилось перекрасить вот в такой голубой. Там не все так просто с перекраской. Ну, я, в общем, как бы чисто бело-серый у меня не особо вышел, честно говоря. Вот, но я решила, что такие морозные голубые ей, в принципе, тоже... О, под глазки подходят. И платье там был такой более голубой. Это более зеленоватый именно, как вот бирюзовый, да? В общем, ей чуть поменяло. И сегодня мы еще поделаем персонажей. Я, честно говоря, не уверена, кто будет. Мы хотели попробовать сделать Грифона. Вот, сейчас будем что-нибудь соображать. Я качнула еще пару костюмов. Вот. Что-то модный такой. Моднее модняла просто. Я серьезно, они все по дефолту у меня будут с двумя кольцами. Просто красавчик. Они теперь все по дефолту будут всегда какими-то, это самое, темнокожими. Это как-то странно. Просто Крис рассказывал про это самое, что у него там в одном моде для покемонов, для какой-то ретро-игры, в общем, там тоже добавили палитру скинтонов, ну, и вот было примерно так. И это закончилось тем, что рандомные человеки в городе были, скорее всего, шоколадные, чем беленькие. То есть мы в другую сторону немного перегнули палку. Сижу с собакой у бабушки. А что с собакой? Что-то случилось или так просто? Ноги не держат. Даже сводят, но держусь. Это вы так натоптались на учебе? Почему Twitch не позволяет оплатить с PayPal? Серьезно? Не позволяет? Блин, не знаю. Я знаю, что конкретно у нас и донейшн, мы меняли реквизиты, выплаты, и партнерка, которая от YouTube нам деньги приходит. Что-то там какой-то новый закон в РФ вышел. И вот эти все платежные системы, короче, там что-то через Круп теперь все. Красиво, прикольно, хоть и дюжи ярко. Я про горле дарконихи. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, еще предпряму попытку, но я решила пока такие оставить. Вот. Я с ними и так где-то минут 40, наверное, сидела. Это была не первая попытка. Вот. Ну, ярковатый, конечно. Не знаю, может быть, у меня будет желание, я еще раз попробую чуть-чуть сделать еще более белыми. Там просто же еще есть свечение, это оно еще тоже, как у больших крыльев, рандомное светится. Ну, не рандомное, а свечение там есть, в общем. Не просто однотонная текстура. Так. Это мне чуть упало, метелочка не упала. Кошки тут играли. Метелочку мне пожамкали. Так. Что я тут качнула? Я еще пару каких-то костюмов качнула сегодня, вчера, точнее. Если что, можем подзабить. Перекраска крыльев, ну... Понка. Я могу тебе скинуть файл, но... Не то, что у меня опыта перекраски мало. Просто там реально текстура такая не очень явная. Я же перекрашиваю с ума много лет уже. Может, после обновы пройдет? Просто сидим? А, ну хорошо. А что... А что пройти должно? Скидывала прикол в диск? Не, не видела, сегодня не заходила. Пока не родила. Короче, теперь я без подписки буду классно. Печально скидывал так вот. Так. Короче, от того же автора еще пару костюмов. Шортики. Так. Топ. Это тот же самый, что на драконе же, да? Да. Даже? Да. Окей. Так. Дальше. Я про... Так, ну эти уже два были. Ну вот этот, конечно, оригинальный, оригинальный. Тем более тебе девица, тем более тебе синяя просто. Да я даже не знаю, что из этого больше на грифона похоже. Что-то по цветам-то есть. А песочного ни у кого нету, да? Только белый, всякие зеленые, фиолетовые и все такое. Ну, в принципе, логично. Автор-то один. Ну, вот это какие-то коричневые вариации есть. Это просто... А, ну если что, к этому костюму еще какие-то ботинки высокие. Не то, что в коротких штанишках, на самом деле, там какие-то боты у него высокие. Сейчас. Еще знать, какие к кому. Наверное, вот эти сюда, нет? Сейчас я не верю. Ну, короче, там и подразумевается, что они их с ботинками носят. Только я бы еще знала... Не, ну это не... Это от того. Эти что-то по цвету тоже не похожи. Это что такое? А, это вообще лапы. Кстати, лапы, смотрите, какие у меня есть. Прикольные. Приколапы. Ну, что-то мне кажется, что вот эти, наверное, отсюда. Но это не точно. А как там Соч выглядел? Это вот такой вот... Хаки какой-то, да. Похоже или не похоже палитра, что я не въеду? Ну, это не похоже. Пятнадцать, у этих десять. Ну-ка, подождите, дай я тебе костюму проверю. Пятнадцать десять, а у этих... У этого... Двенадцать. У этого десять. А, ну там, короче, десять, это вот от первого костюма, сто процентов. Там, где десять, это точно от первого костюма. Это вот это, короче, к тому, который с другими штанишками. А к этому получаются эти. Потому что эти к тому костюму, это... Ну да, получается, эти пульбас. И так вот накачаешь такой, не проверишь ни черта. Сидишь такой. Ну, наверное, эти. Фиг его знает. Костюм с прикрытым передом, кажется, был с открытой спиной. Так что можно было бы надеть на него того самого перьевого дракона. Перьевого дракона? А, стоп. Нет. Я уже забыла, что мы там обсуждали. Короче, теперь если подписываться, то только с карты. Ну, получается, да. Теперь сначала с пейпала на карту, а с карты теперь подписываться. Я не знаю, что у них там меняется. Надо прекращать энергосы на ночь пить. Надо вообще прекращать на ночь пить. Все что угодно. Помнишь, я предлагала сделать брата дракона с перьевыми крыльями? А, вот. Выше прочитала. А кто-то будет. Да я пытаюсь Грифона сначала сделать. Слышали, но что теперь все самозанятые, это уже мелкое предпринимательство. Не, а что писали? Вчера забыла про Минотавру упомянуть. У автора которого паучьи ноги, хвост, еще лошадиный низ появился. Ну, это Кентавр, наверное, а не Минотавр. Минотавр у меня, кстати, есть. Изогнутые ноги еще давно. Можно, кстати, попробовать тоже сделать. Короче, давайте для начала возьмем крылья эти. Они вообще механические. Подойдут к этому костюму или нифига? Что там с самозанятыми? Я, кстати, по поводу вчерашнего бугурта на тему этих... На тему аниме. Так вот, там, короче, СМИ, как всегда, развели панику на пустом месте, потому что на самом деле дело касается буквально нескольких сайтов, на которых нету соблюдения... Ну, в смысле, дети не подтверждают свой возраст и смотрят. Вот. Это прям даже конкретные ссылки написаны, какие сайты, на которых не проверяется возрастное ограничение, дети могут смотреть эти анимешки. Вот. Все. То есть это не то, что прям аниме запрещают. Запрещают на конкретных сайтах по конкретным причинам отсутствия цензуры по возрасту. Потому что эти анимешки все-таки имеют цензуру по возрасту. В общем, как всегда, СМИ растянули, переврали и просто все такие... Чё? Все не так страшно, как это самое. Так, здравствуйте, человек-сосед. Там, точнее, целая бригада, а не человек-сосед, как вы помните. Что-то они сегодня решили нас порадовать. А я думаю, что-то в первые половины дня это было подозрительно тихо. А они просто выжидали. Ждали, пока вы соберетесь. И такие сразу... В принципе, думал, что так и будет по поводу. Вчера-вчера последний час обсуждали. Что мы вчера... А, мы уж астиков обсуждали, кажется, во второй половине. У этого же будут стимпан-крылья. Ну, вот они, стимпан-крылья. Да, сейчас давайте еще потыкаем. Что тут еще есть? Вот этот все-таки как бы... Блин, но с этим... На грифон это вообще не тянет, честно говоря. Ну, что-то все тут... Слишком няшное. Ну, пускай такой и будет. Сорян, если я сильно ору. Крис уже начал жаловаться, что я сильно ору. Пускай такой и будет. Еще у меня есть плащ Виктора. Ну, ты тоже не там. Короче, этот... С открытой грудью... А есть какие-нибудь, интересно, к нему перчатки прикольные у меня? Было бы прикольно, если были какие-нибудь прям перчатки такие с когтями. Я опять-таки что-то, по-моему... Или... Или... Блин. Я помню, я пыталась вчера выкачать какие-то перчатки. А вот выкачились ли они? Что-то, мне кажется, нифига, да? Потому что вот сюда бы ему точно перчатки подошли. Какие-нибудь такие, знаете... Брутально высокие. Что вот это такое? Какие-то такие... Стучки непонятные. Перчатки от кота. Нуара. Это что? Непонятно. Вот, у меня, кстати, да, ноги-то... Еще такие с изгибом назад были тоже где-то. А, еще у меня, кстати, вот такие крылья есть. Они еще с какими-то вот этими штуками. Это тоже вчера качало. Ну, меня вот эти вот на плечах, честно говоря, смущают штуки. Они какие-то странные. А что там? Хвост у них львиный еще, да? У грифонов. Есть у них хвост? Дайте мне грифоны. Я уже забыла, как они выглядят. Ну, штуки на руки сейчас, наверное, перевернем. Блин, мне казалось, я... Так, что это, грифон? Мне казалось, какие-то перчатки все-таки качало. Ну, видимо, да, у них еще львиный хвостик есть. Ну, вот этот можно, кстати, хвост тогда оставить. Просто его в более коричневый краснуть. 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 А, или я пыталась скачать, но не скачались. Такое тоже может быть. Похоже это на грифоний хвост или нифига? Может, хвост с единорогом? Ну, я тоже о нем подумала. Так, а, вот. Ну, в принципе, тоже подходит. А есть тут коричневый какой-нибудь? Чтоб нам не красить. Ну, вот, тут уже есть коричневый, в принципе. Был забыл на момент. Там, короче, прям на трансляции какое-то аниме смотрели. Точно не помню. Там случилось, говорить не буду, чтоб проблем не было. Эти крылья можно на пацана дракона? На брат, что ли? Ну, можно попробовать. Че, они перевернутые? Ну, они типа вниз смотрят. Ну, типа сложенные. Так, дайте-ка я вверх перемотаю. Хронология событий довольно смешная. Они что, каждый четверг сверлят? Да, не каждый день, на самом деле. Ну, именно по четвергам вы как-то вот прям попадаете. Помнится, ушла как раз в начале обсуждения. А, ну мы особо не обсуждали. Кстати, по поводу геншина, там скоро будет... Короче, это мы вот такие крылья, да, оставляем, я думаю. Ну, мне, в принципе, нравится, как смотрится. На руки вернуть только штучки. Я по поводу геншина, ну, как бы... А, во! Я хотела сказать... Че там такое вылезло? А, ну, в лес, ну ладно. Ну, че-то у меня там на талии вылезло. Ну, я думаю... А это пускай будет. Я хотела сказать, что там новое обновление скоро. Ну, как скоро? Оно не скоро, оно на китайский Новый год. Но в пятницу, пятницу-субботу будут трансляции нового обновления. Там будет фестиваль огней, там бла-бла-бла. Вот. И... Ну, вот, будут трансляции. Все. Мысль на этом закончена. Будут трансляции. Ожидайте. Блин, тут бы какие-нибудь брутальные перчатки. А че, на две руки никак? Только на одну? Сирис? Милашка. Че тут такое все странное? Так, понятно. Фигня всякая. Жопа в таком костюме можно и посочнее. Шо это у тебя жопы нету, скажите, да? Дайте немножко. Смока залезла под диван. Виктор, да, там был из выражения. Я как-то читаю, там читаю, тут читаю. Стрим сюда забанили. Авторские права. Короче, в аниме, который не смотрели, показали обнаженное. Все, не смотрели аниме на сцене. Какие цвета еще у этих перьев на руках есть? А, по-моему, никаких, по-моему. Или они есть какие-то? Все. Ой, стой. Те. Ну, остальные еще хуже. Ну, такие желто-коричневые самые-то. Я хочу все и как-то привязать к... Ну, не, понятно, что у него, конечно, перья могут и так сами по себе расти. Но вот хоть те же бинты было бы прикольно. Или все-таки потом попробовать части на эти перчатки нормальные. Штучки куда-то, ну, ара. А ну просто... А то они как-то странно смотрятся. Ну, непонятно, что они из тела торчат. Но как-то очень странно они из тела торчат. Ну, пускай хотя бы вот так пока будет. А то, ну, блин, видно, что это, ну, как бы чувак же. У него... Откуда у него перья могут из ниоткуда расти, как и хвост? Пускай пока так, наверное. Ну, я подумаю. Может, найду какие-то штучки. Какое-то переходное звено. Между всем этим безобразием. Так. Грудь. Мужчинка. Я, наверное, захожу... Не захожу несколько дней из-за учебы. Ни сил, ни желания. Ну, я понимаю, конечно. Новые фестивали добавят. Там в трейлер был светящийся олень. Да. Да, был там светящийся олень. Я, правда... А, ну, фестиваль... Блин, там просто давно этот трейлер уже с оленем-то светящимся. Но, по ходу, этот ивент и есть. Так что, думаю, логично, что он там будет. Потому что этот ивент был запланирован еще миллион лет назад. Году в пятнадцатом мат хотели запретить. Ну и... Ну, как тебе, Несик, сказать? Ну и есть ряд каналов, которые реально немножко пострадали от этого. Вплоть до того, что ничего там теперь практически не выкладывается. Ну, то есть, да, это имело последствия. Поудумата конкретно? Ну, да. Есть оно. Такое. Что это? Что это? Что это? А почему только на один глаз? Серьезно? Только на один, а на второй нет? А, нет, нет, стоп. Это на щеки. Точно на второй глаз нет? Или где-то есть, но... Пойдите-найдите сначала. Не, походу, реально на один глаз только. Еще на подбородок какая-то фиговина. А, вот на щеки. Боже. Чувак, беднян. Ну, прикольно, конечно, но почему только на один глаз, это я не очень понимаю. Модный монокуль на один глаз. Так. Я хотела ему на грудь что-нибудь повесить. Да хоть такое что-то, или... Нет. Порходочки. Ну, вот эта, кстати, штучка подходит ему под общий образ. Вот знаете, на самом деле, вот про сказки конкретно, это все классно, но они читали оригинальные сказки. Они видели оригинальные славянские сказки. Не вот эти вот адаптации от писателей, там, 18-го, 19-го, 20-го веков. А если вы откроете оригинальные славянские сказки, да и европейские, господи, какая там чернуха. Ну, я думаю, вы знаете. Ну, хотя бы про того же синюю бороду вы знаете, какая там чернуха была, ну, в настоящей сказке. И всякие красные шапочки и прочее тоже были совсем не про то. Вот. Так что, знаете, сказки сказками. Справку показали. Записи нет, забанили? А, запись забанили за то, что кусок ее... Они бы показывали? Лиса съела колобка, травма ребенку. Почему я не стала маньяком? Я-то думаю, где мое предназначение оказывается, и маньяком должна была стать. Ну, короче... Естественно, психику детей ломают, блин, не мультики, не фильмы, не игры, а окружение. Которым они растут. Как бы. Просто извините, но... Россия с ее тонной всяких алкоголиков, которые дома бьют жену, и вот это все... Да, действительно, аниме виновата. Вот действительно виновата аниме. Ну, явно же виновата аниме. Не в том, что у нас через одного... Блин, пипец какой-то. Спасибо, я поражал. Ну, короче, в Дискорде, если что, ссылка, если кто хочет поподробнее почитать или переслать кому-нибудь. А я могу вам чат продублировать. Вот. Потому что, ну, да, может, вы захотите более вчитаться. Ну, то есть, знаете, если рассуждать вот так вот поверхностно, то, в принципе, выглядит жутковато. Да, я бы, например, если бы я была старше, и я, ну, была не в курсе вообще как бы ничего, и узнала, что мой ребенок смотрит что-то такое, Я бы, например, тоже, наверное, такая, боже мой, иди, тетко, как ты мог? У тебя ломается психика, и все такое. Ну, чисто... Но, с другой стороны, если так подумать, блин, дети и подростки самые жестокие существа в мире. Ну, потому что они не понимают еще ответственности своей. Вот, и, блин, мне кажется, таким их еще и не удивишь. Ребенка отравили в школе, он смотрел аниме «Теталь смерти», записывал имена одноклассников в тетрадь, не сработал, он пошел убил их. Виновата, что аниме. Вилл со своим недавнем видосе психики подростков вредит проживание на территории России. Да не только на территории России. Буллинг в школе есть во всех странах. В очень жесткой форме. И в Японии куча школьников с собой кончают из-за буллинга, и в Штатах, не только в России. Потому что, ну, блин, ну что тут обсуждать? С одной стороны, тебя травят твои одноклассники, с другой стороны, тебя травят учителя, с третьей стороны, на тебя наплевать родителям. Действительно, виновата аниме. Мм, да. Как бы, не знаешь, что обвинить, обвини аниме. Они двигаются, нет? Блин. А почему? Тут у нас с вами так брови и низко уползли. Не, они как-то просто за счет формы. Ай, ну и лесом тогда эти серьги. Ой, ну не все же. Что там еще есть? Серьги-серьги тогда. Анимы запретили смотреть. Ну, запретили конкретные ссылки на конкретных сайтах. Я не вижу в этом ничего страшного. Все, кому надо, найдут. Это ж не то, что запретили везде прям. Ну что, похоже на грифона? Что думаете? Ну так, в целом. Глаза ему только еще надо какие-нибудь тоже линзы вставить. Йо-Хо-Хо Эдишн всегда доступен. Обсуждаем суд. Да, суд обсуждали. А! Сериал про Ганнибала Фи, только Хопкинс не смогла смотреть сериал. А мы посмотрели сериал Ганнибала первый сезон, кажется. Может быть, второй. Их всего уже три, да, вроде? Ну, короче, мы последние самые не смотрели. Или их всего два, мы первые только смотрели. Короче, мы смотрели не целиком. Я уже, ну, не как-то, ну, так. Первый было прикольно, но прям, чем все закончилось, было не особо прям интересно. Ну, ок. Чем-то оно закончилось. Нет, что-то маловато, подождите. Все-таки надо крупнее глаза. А еще я хочу подальше. Так, подальше это у нас... Так, это брови. И нас поуже ему, наверное, надо. Хотя... Так, это не то. Блин. Вот. Вот. Блин. Продолжение следует... Продолжение следует... И эльфийских ушей. Короче, у меня из ушей есть только совсем лопоухи, которые я вам показывала в прошлый раз. Сейчас покажу. Еще раз. Если вы забыли, как они выглядят, то они выглядят как лопоуха нечто. Где они тут были? Так, в общем, я сама нашла вот эти уши. Вот, они слишком лопоухи. Плюс мне скинули уши... Вот эти. Ну, они не лопоухи, но я же не знаю, как вам. Я могу, конечно, оставить. Мне бы хотелось, ну, одно ухо. Не тройные такие, но в принципе не знаю. Потому что я, честно говоря, забыла еще каких-нибудь поискать. Пока. Да, вот. Понка скидывала. Вот эти вот. Оставим, да, эти? Сойдет? Ну, хорошо. Вот такие ухи, да. Такие ухи есть. Так. Секси наш мужчина. Шрам мы тебе хотели. Кстати, брови, наверное, надо какие-нибудь. Такие вот. Или... Такие вот песочные. Шрам. Шрам, шрам, шрам. Это у нас... Ну, пускай такой, более... Хаотичный шрам. Наверное, ему тоже подводку можно какую-нибудь... Сделать. Нет. Это уже по-гейски. Ну, так, верхние. Можно, наверное, подчеркнуть, чтобы были. Хайлайтер на щеке. Можно мне, пожалуйста... Где у меня был на щеке? Так, это общий... Вот, вот это... А можно его... Какой-нибудь не такой яркий? Ну, короче... Не, ну, то, что... Они запрещают на... Всяких пиратских сайтах, где там реально может прям ребенок-ребенок. То есть, мне кажется, все-таки там для десяти лет это все-таки немножко кроваво. Все это, вот. Лет с четырнадцать, пожалуйста, смотреть, что хотите. Ну... Со всем чибиком, наверное, да. Такой же скач. Как-то рановато смотреть. Хотя, опять-таки, повторюсь, что... Такой же скач, только детям в основном и интересен. Мое мнение. Потому что... Более взрослую люди мы как-то уже... Ну, вот, знаете, вот это вот... ФНАФ тот же, он же популярен в основном среди как раз-таки детей именно. Я в бордовый пытаюсь попасть. Что, реально не попасть? Ну, туда в коричневый. Запретить ФНАФ? Там, кстати, какой-то фильм будет выходить скоро про пиратский ФНАФ. Черная комедия с элементами ужастика. И она... Ну, она не называется ФНАФ, но сюжет там скоммунизденный из ФНАФа. С аниматрониками и все такое. Короче. Вот, реально пиратский ФНАФ какой-то. Так, ну, в принципе, его квадратная челюсть мне даже нравится. Я не знаю, стоит ли ему еще что-то на лицо трогать, честно говоря. Если же только другие типы подбородка посмотреть. Не, наверное, мы оставим эту квадратную челюсть. Что все остальное будет еще хуже. Пускай это будет квадратно-челюстной. Он же у нас суровый. Ну, так-то мне нравится, в принципе, наверное. И грудь эта открытая прям вообще. Шикарный мужчина. Ну, да, наверное, все. Все ему будет еще делать. Я поняла, может быть. Хотя, с другой стороны, у меня все с узкими носами. Вот, знаете, я как посмотрю на своих персонажей. У них у всех вот этот узкий носик. Знаете, как по себе делаешь постоянно. Вот, надо от этого избавляться. Надо, чтобы у них были разные усы. Разные все это самое. А то они прям... Так, голос ему надо чуть пониже явно. Вот, и... А, и что-то ему... Подождите, ну, что-то я сейчас задумала, что я ему хотела сделать. Так, серьга есть. Что-то в голове мелькнуло, что надо ему сделать. И забыла сразу же. А, кольцо. Вот, кольцо какую-нибудь, печаточку ему хочу. Есть у меня печатки какие-нибудь? Ему бы пошло. Чувствую фигу, а у меня не печатки. Ну, когти, но когти... Нет, когти не хочу. Я, по-моему, вот реально печатки бы выдала. Не, ну это тоже сильно много. Я, по-моему, одну печатку выдала. Но печаток у меня нету, да, одиночных? Жалко. Ну, тогда ладно. Я, по-моему, на какой-нибудь большой палец печатку бы поставила. Калиб? Ну, можно Калиб, да. А почему Калиб? Ходили желтки, что прям по ФНАФу должны были снимать фильмы. С создателем игры договор заключили то ли в Ворнеры, то ли в 20 век Фокс. Ну, короче, фильм называется не как, не ФНАФ, и аниме-троники там вроде немножко другие, но сама концепция точно такая же. А, уже сняли. Доктор Тим уже дублировал. А, то есть это уже было сто пятьсот миллионов лет назад. А это вот новый какой-то выходит. Мистер Старк, я не чувствую своей гетеросексуальности. Мужская версия Гильда. Ну да, кстати, похож. Назовем его Калиб. Не знаю почему. Калиб давайте назовем. Калиб из чародеек. Да и мне вообще все равно, как его назвать, честно говоря. Давайте Калиб. В принципе, ему подходит. Калиб и Калиб. Гриня Грифон. Так, ладно. Он у нас будет. А что мы ставили Гарпии? Гарпии мы ставили любитель экстрима. Активная, отважная и своя в доску. Ну, этот чувак явно самоуверенный. Ну, тоже, наверное, активный. И обжора. Не, надо что-то другое. Не знаю. Что ему подойдет? И характер. Блин. Спорт. А, ну, тоже. Вот любитель экстрима. Культурист. Грифон культурист. Ну, то что ему еще сделать? Больше ничего. А местоположение что у нас есть? Тайна Стронжервиля. Камарэби турист. Пляжная жизнь. Коренной горожанин. Природа. Рыбак ас. Ну, в принципе, как вариант. Куратор. Исследователь джунглей. Ботаник. Творец зелий. Любитель свежего воздуха. Ну, кстати, вот любитель свежего воздуха. Мне, кстати, тоже, кажется, может подойти. Ну, так, а тот что, спорт? Да спорт. Может, он сильный и независимый. Так, что там? Смайлики опять? Ну, если все равно, то гоу, да. Так, ну, если он любитель свежего воздуха, давайте тогда он любит природу. Сорян. Где тут природа была? Спамбот? А, понятно. Грифоны живут на горах, поэтому к Моребе тоже подходят. Ну, они все живут на горе. Это и драконы, и грифоны, и Гарби. Вот. Проснулась два часа назад. Что вы там? Ночью работаете, днем спите? Мне сегодня, кстати, еще тоже два рисунка рисовать. Молодец я, да? Вижу, что спамбот удалить не могу. А уже Найтбот удалил, походу. Походу, Найтбот уже, ты самая, сделили за тебя все. Короче, пускай будет любитель природы. В принципе, с горами это соответствует. Так, голос еще раз. Да, в самый раз. Отработал Найтбот, да. Так, сохраняем. Дальше. Ну, давайте попробуем, наверное, Мишку сделать. Какого-нибудь такого брутального теперь. То у нас какие-то утонченные юноши. У меня просто есть меховой плащ. И я бы хотела его отработать. Так, можно нам еще одного мужчинку? Так, у меня, короче, сейчас покажу. Ну ладно, в принципе, из этого, наверное, можно сделать Мишку. Опять темненький, видите? Этот просто рандом, он меня теперь будет бесить. Нескончаемо. Вот ты какой причёсанный, красивенький. Так, ну, во-первых, можно тебе телосложение... Какое-нибудь... Брутальное. Ладно. Просто мы тебя сами чуть подкачаем. Так, во-вторых. Кстати, тёплый, нейтральный. А, тут можно что-то отключить или выбрать всё. Тяжко. Ну, допустим. Так. Ну, с лицом, конечно, тут надо будет поработать очень сильно. Давайте посмотрим сначала по одежде. Короче, у меня есть плащ, который я хочу где-то заюзать. Он в шапках вообще или в чём? Или в... Я его опять потеряла. Или он в аксессуарах? То, что, я его зря качала. Если я его и тут нигде не применю. Я его точно уже нигде не применю. Наверное, всё-таки в головных уборах, да? Или нет? Блин. Серьёзно? Вот, когда он мне не нужен был, он мне сто пятьсот раз на глаза попадался. А когда нужен... А, вот он. Блин, да десять раз мимо него, наверное, пролистало, да? Короче, вот этот у меня есть меховой плащ. Я хотела бы его как-то заюзать. Потому что он очень брутальный. Такой. Вот. Только проблема в том, что под него надеть я вообще не представляю. Это что? А, это всё ещё паучьи ноги. А, она перевёрнутая картинка. Я всё никак не соображу, что это паучьи ноги. Потому что она перевёрнутая. И я никак не это самое. Классно. Идеально. Так, наверное, тоже целиковый костюм лучше. Потому что штаны тут такие себе. Всё. Готово. Так, а что у меня на самом деле есть? Уколо. Штанишки. А под низ мы ему... А, плащ закрывается. А, блин. Мм, так. Ещё у меня есть... Тоннел какой-то. Отцом, причём. У меня тут ещё костюм есть. Представляете? Блин, это все не то явно. А мы найдем вообще, или мне все-таки надо будет что-то еще качать? Что-то неверно, что у меня в принципе что-то можно подобрать на мишку. Косолапого. Мишка косолапый по лесу идет. О! А вот это, кстати, это из Старворсов. Ну, конечно, не в предел фантастики, но... Или пират, вот у нас еще есть. Кстати, тоже неплохо смотрится на самом деле. Не, ну это же явный пират, а вот это мне, кстати, нравится даже. Что за перст, который первый на Киркорова? Дракон. Ривердейл уже пятый сезон идет? Серьезно? А я что-то вообще от жизни остала. На удивление, еще не было ни одной рекламы. Ну, сейчас январь. Может, сейчас рекламы-то и нету. А, какой у вас тип личности? А тип личности это флегматик-меланхолик? Вот это? Или что? Тип личности. Это из откуда выбрать надо? Потому что там же разных типологий дофига. По соционике? Ой, по соционике! Так, а кто это у меня был по соционике? Я помню, я делала тест. Давно, давно. Как годика два назад, наверное. Не осталось? В альбомах фотки. Кто это по соционике? Я забыль. Я делала, помню, тест. Но я, честно, не помню. Ну, не помню. Но я... Я никто. Я не помню, короче. Может, у меня где-то сохранено, но я, блин, долго искать буду. Проще еще раз это сделать. Кто лысый будет? Давай, Луна. Короче, я не помню. Я вообще такие штуки забываю. Сделаю, знаете, такой... О, ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи. И все, на следующий день забыл. Наверное, это о чем-то говорит. А как вы думаете, вот вообще типы соционики, вот они могут меняться со временем? Мне просто не теряется. Короче, либо пират... Либо пират, либо... Вот это нечто. Нет, не это. Вот это. Давайте вот это попробуем сначала. Хотя пират тоже брутальник. Просто я хотела его больше светлым сделать. Он тут темноватый весь какой-то. Ему может вообще костюм викинга какой-нибудь качнуть. Я не качала, да? Мне кажется, я когда искала, я видела костюм именно викинга. В принципе, можно качнуть, конечно. Даже не знаю. Так, плащ у нас в аксессуарах, да? Да, значит, мы можем ему, в принципе, уши сделать, если что. Мишки. Ушки-мишки. А где у меня медвежачьи уши? Да-да? Не богуют с плащом, да? Блин. Ненавижу эти богованные уши. Богоуши. Богоуши. Вот! Так. Это еще похоже есть. А, ну вы все будете с плащом боговаря, наверное. Ну, в принципе, вот эти можно оставить. Сейчас мы ему лицо... Лицо мы будем очень сильно переделывать, я думаю... Вот ему, кстати, наверное, бороду бы тоже надо. Какую-нибудь... Причем ему бы бороду основательную. Здравствуй, Дедушка Мороз. Борода из ваты. Какой-то белый, прям серебристый. Он не подходит по цвету. Водку в лапу и балалайку, да? В группу кидалася с детям. Прикольный доп. СМ. Свадебное платье. Да, полка видела. По поводу кровати, я говорила, что там... Ну, она явно детская, но она двухспальная. Что как-то, ну, не вяжется немножко. Вот. А столик у меня такой детский есть. Я просто сами эти столики не очень люблю, поэтому, допустим, чебеусе я его не ставила. А так-то у меня такой столик есть. Точно такой же у меня уже выкачан. Ух ты. С бородой, конечно, нифига не зачитается. Кто бы мог подумать. Хм, может оставить. Что ему пойдет такая... Милашная прическа. Блин, ну... Сочетались бы они сейчас с плащом, а не только между собой. Было бы вообще шикарно. Делаем мишку косолапого. Белосапого. Ну, он типа белый, да. Но типа что-то как-то пока не очень белый. Это он должен быть белым, но... Пока он какой-то странный у нас. Вот. В кигуруме. Эдж. А, это костюм пилот. Ну или что, серьезно, что ли, выкачать этот самый... в костюм викинга. Так. Сейчас, секунду, дайте я все-таки вверх посмотрю. Ну, что-то что-нибудь... Что это вообще такое? А, это... Из это... Из Я-звезды. Ну, вы поняли. Из Get Famous. Кодовая крикуха Я-звезда. Рубашечка. Наверное, надо ему что-то качнуть. А на кого мы вот этот... На тигра, по-моему, да, мы юзали этот костюм? Ничто нас не останавливает заюзать еще и на нем. Мишка-друидка. Походу. Друидик. И вот в таких этих... Ха-ха-ха-ха-ха. Э-э-э... Белого медведя. Да, делаем. Кожу ему черной надо, чтобы как... Заправку, что? Ха-ха-ха-ха-ха. На счет аниме уже говорили. Мы... В смысле, по поводу... Мы даже читали суда действия и цитаты. Короче, да, говорили. Почему в рекомендации, в ТикТоке, Инстаграме, Ютубе все в политике? Навальным и Путине. Зачем, почему? Слушайте, я тут... Ну, как бы в группу контент, когда ищу, я в Твиттере, в том числе, ищу по тегу MLP просто. И почему-то там куча Навального какого-то. Я такая, что? Какой Навальный? Я про пони инфу ищу. Что? Что еще происходит? Нафигай мне ваш Навальный тут. Так что, да. Оно везде. Я вообще не понимаю. Блин, кому все это интересно? Зачем так делать? Ой. Мимо. Ну, прям, блин, белые. Ну, вот эти вот эти хорошо. Да, слушайте, они неплохо так. Я его, конечно, представляла чуть более бронированным, но, в принципе, так тоже норм. Прямо он такой мудрый, Мишка. Не очень агрессирующий. Шапку-ушанку? Да. Шапку уже смотрели. Интересно, кто на митинги ходит? Не знаю. Брата дракона представляют так. Воздушный, кучерявый юноша, со светлыми волосами и светлыми зелеными глазами. Радостный, улыбчивый и весь такой милоха. Хорошо, сейчас будем брата дракона делать. Сейчас мы лицо этому медведю поправим. Ну, так-то норм, да? Вот так вроде даже ничего так. Мишка. Значит, что тут? А, слушайте, даже, в принципе, нос, мне, в принципе, даже нравится, вот чуть-чуть его сделать вот так. В принципе, ему даже ок. И губы с этим самым, с усами стали хорошо. Ему, единственное, брови, конечно, более мужественные. Ну, можно мне брови? Я не могу попасть на брови из-за некоторых причесок. Брови ему, конечно, такие небрежневские. Это который не монобровь, случайно? Да, это который монобровь вступил. Не настолько. Так, а по поводу глаз... Слушайте, да и глаза на самом деле норм. Глаза у мишек черные же, да? Так, какого цвета глаза у белого медведя? Внимание, вопрос. Белый медведа. Медведа белый. Белый медвед у нас... Ну да, черный. Но. Суровый. Видишь, как салатый. По лесу идет. Так. Так. Ну, пускай черный будет. А-а-а. Так. Что мы еще? Пушистую короткую прычуху с кучерахами для дракона. Слушай, ну ты не уходи, сейчас будем делать. У белого медведя черная кожа. Алуна, не будем делать медведя. Это будет расизм. Ну, блин. Ну, вот. А что, у них реально черная кожа? Так не скажешь. Вроде белые, нет? Тут не видно. Или черный. Само милашество. Такая милашка сожрет тебя в один присест просто. Это я. Мишка брутальный. А вы смотрели? Я еще форму японскую для малышей кидала. Не верно, что она работает. Пока я не это самое не скачивала, дойдем до детеныша, потом буду смотреть. Потому что тут еще будет обновление. Еще, как бы, ну, я имею в виду, что еще все поломаться 10 раз сможет. Проверять уже смысл имеет потом. Так. Вот я про хайлайтер думаю. Надо ему... Да не надо, наверное, ему ничего. Все, пускай так, короче, будет. Так, ему тоже голос явно ниже. Даже уши немножко видно. Ну, хвост, конечно, ему можно нацепить, наверное. А где у меня хвост был? Мишкин. Ну, вот ему хвост. Уши, хвост, ушастик. Так. Как его зовут? Михаилом, по-моему, нас прошлого, да, звали или нет? Я уже не помню. Так, ну, фамилия Бир, пускай будет. А имя... Имя. Имя. Имя сестра. 23 часа выходим на странную улицу. Своих городов в митинге не оставаться в стороне. Но кто туда пойдет, особенно в маленьких городах? Слушайте, я вообще не понимаю, в чем прикол с Навальным. Вот мне кажется, это такое... Что вообще? Что это за человек? Почему всем должно быть не все равно? Серьезно. Вот, блин, форс такой. Альбус. Альбус. Хм. Давайте. Да, давайте, Альбус. Хорошее предложение. Ну, походка у него обычная будет. Так. Он у нас будет... Наверное, ботаник? Или рыболов? Не, ну рыболов. Или он будет... Ладно, пускай он будет рыболовом. Пошла такая веселуха. Он будет гурманом. Также он будет гнижным червем. И... Что еще друиду подойдет? Одиночка, наверное, думаю. Так. Ну, я думаю, всех все устраивает. И мы еще успеем одного персонажа сделать. Так, Сергей мы ему вставлять не будем. Макияж ему тоже не нужен. Ну, глаза. Да, планы пускай такие будут. Я, по-моему, поуже, может, что-нибудь глаза сделаю. Сейчас, дайте я попробую ему другой тип глаз какой-нибудь тыкнуть. А то он очень молодо выглядит с этими глазами. Во, вот эти красиво. Такие грустные. Или вот эти тоже. Такие, знаете, жизнь. Вот эти давайте оставим. Грустные. Ей, дракон, да. Я, ну, в смысле, я про политику вообще ничего не в курсе. Вот, честно. Я живу в каком-то полном вакууме. Я ничего не знаю про политику. Но просто вот чисто человека, который ничего в этом не разбирается, мне кажется, это какой-то фарс вообще чистой воды. А что ты такой загорелый? Да, рандомы нынче, конечно. Что-то вы все не тянете на симпатичного утонченного юношу. Ну, вы смотрите, как много, блин, серьезно. Ну, зачем, блин, кто их просил добавлять? Ну, что это за... Это вот, представьте, у вас в городе будут регенериться вот такие вот люди. Я про цвет кожи. Вот что это за цвет кожи? Вот что это за цвет кожи? Очень нездоровый цвет кожи. Не, ну... Мне кажется, два из трех, даже три из четырех, наверное, темнокожие. Ужасно. Ладно, давайте с этим что-нибудь сделаем. Я, конечно, не это самое, но я это самое. я негодую. Красавчик. Можно мы тебе все уберем и брови потоньше сразу сделаем? Губастый ты какой. Так, короче, ты хочешь, значит, вот в том костюме, который с открытой спиной, да? С кучерашками. С открытой спиной вот этот, по-моему, да? Да. Это у нас перьевой дракон вот с теми крыльями, которые... Так. А, он сразу с обувью костюм тут. Да, этот костюм сразу с обувью. Я не помню, что там по цветам с крыльями, с этими. Вот эти, да, ты хочешь? Что тут есть? Есть, в принципе, белые, синие, а, это черные скорее. Ну, короче, либо синие, либо белые, наверное, нам в тему. Так, ну, такие синие, а беленькие, белый костюм как там выглядел? Ну, мне больше синий костюм нравится. Весь у него брат в фиолетовом, это пускай в синий будет. Ну, и крылья тогда синий, наверное, да? Хм. Кстати, не, ну ладно, пускай голубой будет. Такой, фроузен цвет. Кого делаем? Делаем еще одного дракона брата предыдущего дракона. Да, и эти крылья и костюм. Ну, вот, собрали дальше, теперь мы его сейчас сделаем. Кстати, ему, наверное, можно и колечки такие на все пальчики. Сейчас мы его тогда будем мастерить. Давайте начнем с прически. Кучеряшки ты хочешь? Что у меня по кучеряшкам вообще есть? Есть у меня кучеряшки пацанские какие-нибудь или только женственные? Ну, тут кассовские есть. Конечно. Это вообще женская прическа на самом деле. Так, у меня кучеряшки какие-нибудь мои есть? Или нет у меня моих кучеряшек? Такую мы юзали прическу уже. Так, мне кажется, это мы тоже вообще не кучеряшки. А, вот у меня. Кстати, на самом деле форма прически нормальная, только что цвета все темненькие, потому что она как афро идет. а вот это мы где-то юзали или нет, я не помню. И вот это, мне кажется, мы не юзали. Кажется, она из новых. не уверена я. Не уверена я. Давайте подростка. Давайте подростка. Не, он типа брат драконьихи. А, понятно. Драконьихи. Политик, который уже много лет против Путина и пытается его разоблачить, выкладывает на YouTube видео политического характера. Путин на нем высказывался и говорит, что он клоун и никому не нужен. Так пишет интернет. Путин пытался сравнить его с химическим оружием, которое потом его посадили в СИЗО. Просто последнее, что про него слышал и то, что его якобы пытались травануть. Что? Причуха Гелиуса. А, да? Действительно. Сорян. Да, ну, это не значит, что мы не можем использовать Причуху Гелиуса. Что ж теперь? Гелиус, что ли, запатентовал, что ли? Ну да, Причуха Гелиуса, действительно. Смысл? А что цвета перестали работать? Тут работают, а тут? Где тут была прическа? А что цвет не меняется? Чтобы я, может быть, и оставила, она вроде симпатична. Серьезно? Тут меняется. А, во, поменялось. Блин, касс этот, конечно. Кассистый. Первый дракон Товарищ на Киркоров? Ну да. Никто ж не спорит. Мы ж его Филиппи им не просто так назвали. Как вам, короче, вот эта прическа? Ну, она, конечно, не сисишная, но такая миловидненькая. Ну, или Гелиуса Причухусь. Что ж теперь, не брать, что ли? Его прическу никому. Лицо? Не, понятно, что лицо мы сейчас поменяем. Я просто... Иногда и лицо надо под перческу конкретно делать. А, кстати, еще у меня есть вот это. По-моему, тоже ее... Мал... Э, подождите, мы это брали для этого. Для... в этой... В теплых краях у нас там жил как его маленький песец, который лис. Как лисенка маленького зовут? Кто помнит? Блин, все, я забыла. Фейник? Фейник, да? Фенек. Почему желтая прическа Мамору так напомнила Дрека Малфоя? Причуха Гелиуса лучше смотрелась. Ну, давайте перчуху Гелиусом. Мне она тоже нравится. Так. Так. Тащите, это это или другая? Стоп. Она, да? Или нет? Я уже это самое. Путаюсь в показаниях. А, вот, кстати, вот это мы никому не брали еще. Смотреть, какая няшная. Вот, давайте эту возьмем. Я не помню, брали мы кому-то или нет. Мне кажется, на этом мальчике она смотрится дико мило. Губище прям пельмешки. Ну, подожди, сейчас дойдем еще до губишек. Мне кажется, у него что-то с лицом. Почему мужские губы такие странные? Вот, в принципе, вот этот вот массогубный треугольник, он какой-то у них у всех очень странный. Прям одного и другого, серьезно. форму я понимаю, но я вот смотрю именно... Короче, давайте эти менять лучше. губище. Говорится, проще губы уменьшить. Если не всем хочу длинные носы сделать. Заметили? Лисий у него взгляд вообще хитрокрупный у него взгляд. Это какой, кстати? На, это вот второй. ща, подождите. Мне кажется, слишком высоко глаза у нас. Так. оборжаться просто. I'm есть мусарь. Как кажется, хоть у кого-то мы с лицом посидим, да? Да. что-то 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 Продолжение следует... 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 Ну, план, пускайте. А то вы прям реально гелиус гелиуса. Может, ему на лоб что-то надо красивое. Вот да, я и хочу ему какую-то то ли диадемку, то ли тиарку и что-то... Кстати, он уже... А, ну это заменяет прическу, наверное, да? Красавец. Вот мне тоже просится ему какая-то тиарочка маленькая. Венец, не знаю. Ну, вы поняли. У меня есть вот сомбровские. Блин, оно все багует с королями, да? Хотя, может, не так плохо. Как вам такая... Или это с костюма текстура? С костюма, наверное, текстура тащится. Чего у меня тут еще есть? Так, а если женские посмотреть еще? Из женских еще есть. Так, есть у нас... Сулдермун? Тиарочка. Так. У меня, кстати, еще вот такая штучка есть. Ну, наверное, сомбровская диадема как-то интереснее будет. А что с глазами? А что с ними? Да положено ему дрога, рога, но что-то как-то... Не вешаются рога, они багуют. Видите? Ну, вот такие можно. Эти, видите, они еще в черный багуют некрасиво совсем. Дьявольские рожки. Ну, такие можно. Они хотя бы багуют нормально. Прокляти Гелиоса. Голубые в сторону черные? У меня там подводка есть. А, ну, в смысле, там склеры просто. Там сами по себе глаза, да, они типа затемненные по бокам. Да, это фишка этих глаз. Маленькие на лбу. Он как мини-би. Минимум-би. Глаза, когда я не спала 16 часов. А, ну, да, ну, есть вот такое. Они более, знаете, под реализм. Реальные глаза, они такие более в сосудиках. Короче, рожки маленькие, да, оставляем. Ну, короче, еще. Если есть предложение, говорите. Давайте я его пока запишу. Его во что-нибудь. Слушайте, я вот вам хотела бы какую-нибудь серебристую помаду попробовать. Но, что-то, мне кажется, будет too much. Так. Есть у меня серебристая помада? Мужские. Слушайте, а неплохо, кстати, на самом деле. Пускай будет. Ну, в смысле, просто бледные губы. Понятно, что не помада. А, типа, бледные губы. И, наверное, верхнюю чуть потолще. Ладно, пускай как бабочка ходит. Имя мы еще не придумали, кстати. Но, я думаю, он будет популярность... Наверное, мировой друг. Ну, я думаю, он будет... Или душа компании. Я думаю, такой будет общительный более, да. Персонаж хочет посещать вечеринки и устраивать праздники. Персонаж хочет завести много друзей. Порхай как бабочка. Жаль, как пчела. Подводка у него голубая. Вот это вот под глазами. Ну, только если вместо нее что-нибудь. Ну, в смысле, можно не вот эту голубую. Или уж вот эта голубая. Можно сделать какую-нибудь такую. Ну, только верхний или... Вверх и низ. Смоки айс. Ну, вот эту можно, в принципе. Просто я ткнула голубую, как более такую, фентезийную. Такую голубенькую оставим. Ну, мне кажется, так он менее бабский все-таки смотрится. Так он как больше фентезийный юноша, а не это самое. Короче, пускай он будет душой компании у нас. Он будет где-то дружелюбным. В отличие от всех этих идиотов. И... Какой? Веселый, наверное. Я всего лишь хотела милого воздушного мальчика, похожего на Валавинтия. Получила более гейскую версию Гелиусу. Почему так? Почему? Я не знаю, почему так. Ну, потому что, наверное, Винтия очень... Иногда по-гейски выглядит. Видите, как это... Шаг в сторону. Кукуру? Давайте кукуру. Кукуру можно. Ну, Малфой совсем, а кукуру прикольно. Самое кукуру. Каруми, здравствуй. Мы уже сейчас заканчивать. Саша, за что? За что? Не, я тоже очень люблю и Винти, и Син Цю. Но так это не отменяет того, что они реально выглядят очень... Женственно. Так, дрэг. Слышь, не то, что плохо. Так. У них же... Это фамилия общая. Управдание, да. Поздала на два часика. Сестра Аврора, брат Адам. Не, ну а какой он Адам? Вы что? Адам, мне кажется, ну, блин, более мужественно должен выглядеть. Это какой-то очень адамистый Адам. Тем более с рогами. Слишком бесен он, да. Когда я начинала играть в Геншин, думала, что Винти девочка. Как ты мало знаком с Анимой мальчиками. Голубенький лучик. Ладно, давайте сохраним. Я думала, что Син Цю девочка, да. Ну, это мальчики. Внезапно. Это, кстати, тоже на нечто среднее он пассив. Да, девочки. Все с вами ясно. Все с вами ясно. Давайте посмотрим, как они выглядят в игре. И переселим их сразу на место, где мы будем в следующий раз строить. Но я думаю, шести персонажей нам более чем достаточно. Так, где мы... Где они у нас? Здесь? Это что, мальчик? Ё-моё. Пупер, ты прикалываешься? Ты реально не знал, что Син Цю это мальчик? Там же у него... У него же даже называется ветка его талантливый ю... Ой, галантный ю... Галантливый юноша или галантный юноша? Ну, там точно написано юноша. Вот, в его... Ну, там у всех персонажей есть название свои, да? И у Син Цю там точно есть юноша в словосочетании. И квест же с ним был. Как так? Ну, хотя квест-то, наверное, не проходил. Галантный юноша? Ну, вроде галантный, я не помню. Какой-то там юноша. Спасибо за стикер. Пожалуйста, Эдель. Я сегодня, кстати, еще на почту бегала тоже. Там Валентинки отправляла. В метель. И пургу. Короче, все просто с крыльями. У кого шире? У кого крылья? У кого плащи? Тут просто один красивее другого. Давайте мы им добавим денег. Жизненная цель выполнена. Переместить семью. Бедные дверные проемы не пролезут. Это точно. То есть вы уже куда-то почесали. Смотрите, все куда-то уже почесали. По квесту непонятно. Да ладно, непонятно. По-моему, все там... Я не знаю, у меня... У меня вот... Серьезно, у меня даже мысли не было о том, что можно подумать, что это девочка. Я настолько испорчена всякими анимешками, что у меня даже мысли не было о том, что это может быть не мальчик. Где-то из рекламы Теледваза стесался. Так, и они все переоделись. Ну, молодцы какие. В рандомные эти самые одежды. Нетушки. Пожалуйста, смените. Вы будете мерзнуть, но вы будете ходить в том, что я вам сказала. Так, дальше. Сменить одежду. Они тут уже переоделись. Ну, типа, гора, они в зимнее переоделись. Хитрокруппы какие, правда? Кстати, мы уши только к главному дракону оставили, эльфийские. У него в обычном тоже губы накрашены. Гляньте, он в дефолте какой. Тоже с накрашенными губами. Видите, я его не это самое. Это он сам. Так что... У него такие наклонности были изначально. Так, кто у нас тут? Ты не остался, не переодетый. Вот. Ну, короче, норм. Норм такие. Гнезда будем строить однозначно. Ну, прикольно, на самом деле. И, в общем, здесь сауна. Здесь сауна. А здесь вот такой лот. Он 50 на 50. Он достаточно большой. А крушенный, типа, тут, ну, типа, такое. В общем, будем тут что-то... Я не знаю. Тут, наверное, несколько построек можно. Хочу какой-то поиграться с ландшафтом и сделать что-то типа замка. Вот. И, может, пару отдельных хижинок. Ну, наверное, отдельную хижинку можно медведю. А всех остальных, в принципе, можно запихнуть в замок. Только сделать какие-нибудь башни отдельные. Ну, в общем, разберемся. У вас там Эльза затесалась? Ну, это не Эльза, но... Ну, похоже, да. Это женщина-дракон. Да, Детостили 2 и Эльза. Синдром широкой спины. Тот же Беннет, путешественник Альбедо, же норм. Даже сомнений не возникает. Но это не мешает. Я-то, по-моему, только... По-моему... В ориентации только Беннета сомнений ни у кого не возникает. Всех остальных кого-то к с кем не шиперят. Вот, так что там, знаете, там даже у самых мужественных есть всякие шиппинги с другими мужественными. А, Киркоров, да. Киркоров, Эльза и Детостили 2. Шипзила тонко. Ладно, все. На этом мы сегодня закончим. Три персонажа очень хорошо. В субботу у нас будет, как в прошлый раз, новости из Тарди Велли. Вот. И завтра на канале выходит видос про фигурку глиттерную. Так что это... Смотрите. Что, я не зря монтировала. Все, большое спасибо. Так. У нас был сегодня донатик от Skill. А еще Ликом Чан детрансляцию, походу, делал. Или делала. Я не видела. А что там, кстати... Стрим... Никто не стримит? Мне нравится. Нейкет не стримит сегодня, нет? Ну, очевидно, нет. Все, тогда до субботы. Все, всем хорошего окончания дня. Я пошла работать. Все, пока-пока.